В работах по откачке воды с подтопленных территорий были задействованы представители МЧС из нескольких районов края. Также большую помощь городу оказали специалисты из службы водообеспечения Абинского электрометаллургического завода, которые привезли и установили мощную насосную станцию. Глава района встретился с работниками завода и поблагодарил их за оперативную и своевременную помощь. После того, как благодаря потеплению и дождю пошло обильное таяние снега, необходимо стало решать проблему подтопления частных домовладений славянцев. Ливнестоки принесли много воды в озеро в Северном парке, а его заполнение препятствовало дальнейшему оттоку воды из городской системы водоотведения. Глава Славянского района Роман Синеговский обратился к депутату Государственной Думы Ивану Демченко с просьбой предоставить две насосные станции производительностью порядка 1200 кубометров воды в час каждая. В Славянск прибыли специалисты вместе со всем необходимым оборудованием. Была своевременно сделана очень важная для муниципалитета работа. И спасибо Ивану Ивановичу, и спасибо всем металлургическому заводу, спасибо вам за то, что эти насосы были предоставлены. И вы сделали очень важную для нас работу, потому что именно в то озеро, мы его называем, озеро Северного парка, стекает практически половина города точно. И вот благодаря тому, что мы смогли с вами понизить уровень озера, соответственно, самотека вода прошла, плюс мы ее насосами добавили. И мы на сегодняшний день практически в городе уже боремся, там у нас 9 адресов, в другой, в южной части нашего города, где дома еще, или вода еще находится в домовладении. Так практически мы из домовладения везде вот убрали, сегодня уже занимаемся, значит, огородами, дворами. Вы организованно подъехали со своим топливом, ребята укомплектованные, значит, вам не надо рассказывать, что делать, вы качественно сделали свою работу и оказали большую помощь и руководству, и, конечно же, жителям города и нашего района. За активное участие в ликвидации последствий подтопления, благодарственные письма и памятные подарки были вручены отличившимся работникам. Им было очень приятно такое внимание. Наша работа заключалась в том, чтобы спасти, во-первых, от чрезвычайной данной ситуации. И нам не важно, сколько мы часов работаем. Работали, конечно же, круглосуточно. Очень приятно работать с таким руководством. Они не только нас отблагодарили, они еще и помогали нам в ликвидации данной чрезвычайной ситуации, помогали морально, помогали всегда, организовали тепло, горячие обеды давали людям. Поэтому все очень довольны и благодарны им в том числе. Благодаря таким людям, как представители Абинского электрометаллургического завода, была проведена оперативная работа по откачке воды с подтопленных территорий. Их своевременная помощь помогла быстрее стабилизировать ситуацию в нашем городе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».